привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас очередной выпуск после перерыва я наконец-то собрался с силами и решил продолжить хотя бы начать делать ролики более-менее с какой-то регулярностью сегодня у нас будет с вами технический ролик хотя наверное не технически мы ничего чинить не будем но мы сегодня будем говорить о пауэрбанке огромном пауэрбанке который с нами уже несколько месяцев мы его протестировали вдоль и поперек и в общем у нас есть свое впечатление плюсы минусы тем более в данных условиях пауэрбанк такой большой который может обеспечивать много энергии и делать вас независимыми очень полезная штука в хозяйстве не только в яхтинге но и если вы находитесь где-нибудь в отдаленных местах ну что вы готовы поехали так идем к спецификациям пройдем основные вес 7 6 килограмма то есть тяжеленький емкость 720 ватт-часов кстати говоря ватт-часы приняты потому что мы пользуемся разными потребителями какие-то на 5 вольт какие-то на большое напряжение и из-за этого очень тяжело считать ампер часы поэтому ватт-часы это как раз мощность которая потребляется потребителями и умноженное на время тип аккумулятора в литий и он и цикл жизни 800 циклов до 80 процентов из важного есть система x-stream то есть зарядник который может заряжать при мощности до 660 ватт то есть заливать можно быстро и заливать можно очень эффективно солнечная энергия может заряжать его мощностью до 200 ватт автомобильное зарядное устройство 8 ампер максимум но это на самом деле достаточно быстро также важно мощность потребителей то есть в обычном режиме мощные потребители на переменном токе 600 ватт и на пиках во время старта или на кратковременно до 1 и 2 киловатта теперь давайте перейдем к пункту зарядки от солнечных панелей данное устройство имеет встроенный mp5 контроллер то есть мы его можем напрямую тыкать в различные устройства например в ветряк или в солнечные панели или в любое другое устройство которое имеет переменное напряжение и переменную силу тока и для того чтобы ее нормализовать в режим зарядки нам нужен 5 контроллер который встроен в наш powerbank ну что давайте подключать это все к нашим солнечным панелям в этой панели у нас 140 ватт короче у нас вот отсюда из контроллера вернее здесь даже не контроллера диодный мост чтобы напряжение шло только с правильной полярностью далее вот у нас есть минусовой это стандартные разъемы на которых подключаются солнечные панели плюсовой я и кстати маркирую может кому-то пригодится маркирую их красной изолентой если это плюс просто подключаем наши коннекторы так вот у нас идет увидите полярность провода указаны красный плюс черный минус это стандартно здесь на конце у нас обычный xt60 разъем теперь мы его подключаем в наш powerbank не очень хорошо видно но вот увидите здесь сейчас индикация крутится это говорит о том что идет зарядка и что мы видим 70 ватт мы получаем энергии от одной солнечной панели я так понимаю что для этого устройства это максимальное значение то есть больше мы энергии на него давать не можем с таким солнцем он говорит до полной зарядки у нас это займет 6 часов вот так это работает зарядка от солнечных панелей очень эффективно работает и панель одна которая у нас на лодке заряжает его достаточно быстро кстати у этой фирмы есть свои солнечные панели они мягкие гибкие и раскладные вы их можете разложить и они будут заряжать данное устройство итак следующий способ которым мы можем заряжать наш powerbank это прикуриватель но у прикуривателя есть несколько очень серьезных минусов из-за чего я на лодке всячески пытаюсь избавиться от данного вида зарядки смотрите вы видите вот это обычный автомобильный прикуриватель и можно увидеть что он здесь оплавлен потому что когда у вас идет большой ток на этом разъеме он совершенно не выдерживает там внутри кстати есть предохранитель он не плавится но весь вот этот штекер он оплавляется и естественно перестает работать это достаточно распространенное для устройств на больших токах в данном случае я ограничил подачу 30 ваттами то есть у нас ток в два раза меньше и прикуриватель не будет плавиться то есть мы будем заряжаться там около 14 часов если мы это делаем через прикуриватель если у вас прикуриватель крепкий можете дать ему по максимуму зарядить за 6 часов но я не уверен что это хорошая идея с в ключе использования этого разъема это был автомобильный прикуриватель я его убрал здесь кстати разъемы которые переключаются но это мой колхоз это временно потому что я хочу купить вот такие разъемы есть которые встраиваются непосредственно на стенку и прикручиваются но пока у меня их нету я сюда ввел 10 амперный предохранитель и у меня вот такой вот красивенький разъем который мы подключаем нашу зарядку это оригинальный разъем единственное что на этой стороне у меня был автомобильный прикуриватель ему сделал кусь-кусь и поставил сюда вот этот вот x t60 разъем получается у меня два mail вот здесь вот то есть сейчас мы подключаем вот этот x t60 папа-мама вот сюда вот кстати говоря этот разъем он не сто процентов waterproof но у меня когда-то на дроне он упал под воду и абсолютно был сухой внутри то есть он я бы сказал достаточно герметичный если его использовать но где есть брызги так у нас вот так же идет 70 ампер он на себя получает и мы можем зарядиться за 6 часов но кстати говоря вот сейчас вот это ток который потребляет данное устройство можно регулировать в аппликейшене я вам покажу немножечко дальше как этим пользоваться потому что если вы пользуетесь автомобильным прикуривателем который ну вот 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 этот разъем то вы можете ограничить ток чтобы он у вас не поплавился мы находимся в 110 вольтовом регионе наш powerbank идет на 110 вольт потому что только такой можно было здесь приобрести на нас это устраивает потому что у нас есть определенное устройство на 110 вольт то есть заряжать мы его не можем через этот разъем потому что у нас вся лодка на 220 но мы этим разъемом редко пользуемся потому что у нас все зарядки идут от бортовой сети то есть мы пользуемся xc60 это вот единственный разъем который нам реально подходит но если вы покупаете на 220 у вас будет чуть другой разъем и другое напряжение вы сможете заряжать его через обычную сеть на 220 вольт также тут есть кнопка reset если что-то пошло не то вы можете сбросить и он пойдет заряжаться опять но я не знаю мы никогда и не пользовались у нас не было необходимости нажимать кстати вот если уже совсем хочется заряжаться от 220 110 вольтовое устройство тогда делается вот так у меня есть зарядка которой я пользуюсь для зарядки батареи дронов у меня здесь стоит в конце xc60 разъем то есть эту часть в розетку эту часть сюда и заряжаем через вот это вот 12 вольтовое внезда для начала нужно поставить на ваш телефон оплекуху подконнектить ее к нашему пауэрбанку это все очень просто приход энергии и расход энергии это два отдельных таба которые переключаются сверху у нас общий уровень энергии и время либо до зарядки либо до разрядки в зависимости от того что у вас на данный момент больше все функции на пауэрбанке такие как фонарик либо включение отключения определенных категорий включая определенные потребители мы сразу увидим как изменяется расход либо приход энергии и оставшееся время так теперь идем настройки что здесь очень важно то что мы можем регулировать силу тока при использовании автомобильной зарядки это то что используется вместе с mp5 контроллером и собственно либо напрямую от прикуривателя то есть это важно так идем в input когда у вас в приходе энергии идет поступление вы видите какая мощность питает на данный момент ваш пауэрбанк и так вот вы видите мою компьютерную зарядку и у меня с ней случилась небольшая проблема я ее перевел на разъем вот такой вот x60 потому что когда компьютер идет в режиме рендера или там обработки 3d он потребляет очень много тока и собственно вот это зарядное устройство она поплавилась у меня их уже несколько и все вот в таком состоянии то есть вот увидите расплавленный наконечник то есть это вот то что случается с такими разъемами когда у вас большое потребление и вот он вот так вот торчит и со временем когда большое потребление тока он плавится и получается собственно вот такая вот беда поэтому я все перевел на разъем x60 и сейчас вот я просто подключаю мой компьютер вот так в разъем разъем и все и у меня ничего не плавится и все отлично работает компьютер заряжается и когда ему надо много питания все прекрасно работает но если например у вас компьютер не потребляет много то есть вы пользуетесь там обычными офисными задачами то смело вот так вот просто напрямую тыкаете туда зарядник и он прекрасно работает и так у нас есть два вот таких вот разъема кстати паяльники вот с такими разъемами обычно идут и автомобильный прикуриватель если вам нужно сюда что-либо подключить кстати раз уж мы заговорили о компьютерных зарядках если у вас например там старый mac то вы можете вот использовать либо такой разъем там либо уже там более новый есть такие проводочки у которых юсб си вы его просто вот так вот подключаете и у вас ваш компьютер работает напрямую вот от такого юсб си разъема с этой стороны у меня три розетки на 110 вольт я просто хочу напомнить что наше устройство было куплено в 110 вольтовом регионе вашем регионе есть точно такое же на 220 вольт вы включаете кнопочку она у вас вот светится и здесь все розетки уже имеют питание 110 вольтовое можно подключать достаточно энергоемкие устройства если будет перегрев то у вас здесь начинает работать вентилятор но кстати говоря хочу сказать что большинство компьютеров и другой бытовой техники она работает одинаково на 110 и 220 вам нужно просто купить или в комплекте идет вот такой вот разъем просто подключаете ваш macbook на 110 вольт и пользуетесь как на 220 или зарядки по телефон это все работает абсолютно одинаково на 110 на 220 отличается только разъема вот например у вас есть вот такое зарядное устройство для мака то есть этой стороны вы подключаете ваш компьютер с этой стороны вам нужно воткнуть его вот сюда но у вас здесь 220 а вам нужно здесь 110 то есть работает это следующим образом вы просто на маковском устройстве снимаете вот этот разъем вот увидите здесь вот этот коннектор сюда одеваете такой плоский на 110 он обычно идет в комплекте если он не до конца потерян но если потерян есть один небольшой лайфхак у вас есть обычный вот такой вот провод я думаю ни для кого не секрет у меня в данном случае он на 220 но есть вот такие на 110 плоский которые вот сюда подключается то есть вы берете вот этот вот разъем и просто его вот так вот пихаете в ваше маковское устройство и да ну конечно некрасиво но если у вас нету правильной розетки есть вот такой вот провод то вы можете спокойно эту проблему решить потом включаете его вот в этот разъем и у вас получается обычный обычное питание которое работает вот здесь вот написано на 85 ватт и он работает на 220 и на 110 вольт вот здесь написано 100 240 вольт 50 60 герц то есть это универсальный блок питания которую можете использовать и на 220 и на 110 что на самом деле очень удобно type-c 2 usb и usb fast charge который может давать достаточно много энергии то есть вы просто подключаете туда куда вам нужно но на самом деле вот трех обычных usb и type-c более чем достаточно для большинства ваших задач что теперь давайте посмотрим сколько же компьютер это macbook pro компьютер который жрет ну просто не в себя причем есть он много потому что это старый комп новые потребляют значительно меньше вот мы его сейчас подключаем вы уже знаете как и как я это делаю через вот этот разъем и напоминаю что у нас сейчас здесь 39 процентов заряда и сейчас у нас запускается комп и мы посмотрим насколько же его хватит у нас вот когда у нас осталось 40 процентов заряда батарей так у нас вот сейчас он потребляет вот 40 ватт и что мы видим то есть при вот допустим при 37 40 ваттах у нас индикатор показывает 8 часов работы при 39 процентах батареи этого блока то есть на больше чем на сутки хватит вам вот этого вот powerbank а если вы будете пользоваться компьютером который много потребляет электричество так что я вам хотел еще рассказать из того что действительно важно смотрите сюда можно напихать много разных устройств то есть у меня здесь подключен и компьютеры зарядки телефона и много-много всего это все у нас потребляет наши батареи которые идут нашем powerbank но мы можем сюда подключить charger и заряжать его одновременно работая на своих устройствах то есть это офигенно когда вы можете одновременно и заряжать устройство и подключить в него кучу всего и параллельно пользоваться потому что многие устройства они могут только либо заряжаться либо разряжаться этот умеет и то и то и то и на мой взгляд это офигенно удобно потому что время зарядки абсолютно не останавливает вас от вашей регулярной деятельности и вы видите сколько вы видите сколько у меня тут всего сейчас подключено и то есть сейчас у меня компьютер спит и у меня вот при всем подключенных всех устройствах пишет на 25 часов хватит моих 40 процентов батареи так теперь у нас вы знаете что я занимаюсь fpv дронами вот у меня тут есть всякие там вот такие прикольные штуки вот у меня тут есть секса коптер короче сейчас речь не об этом когда нужно много паять вы видите здесь у меня паять реально много вам нужен паяльник и его нужно куда-то подключать но эти паяльники маленькие этот тест тс-100 вот такой вот у меня есть маленький паяльник его очень удобно подключать вот прямо к этому power банку и вы это можете делать совершенно спокойно даже находясь где-нибудь на природе если нужно что-то быстренько подпаять то есть сюда тык сюда тык все у вас паяльник подключен далее вы включаете ему питание включаете паяльник и вот он показывает что потребление у него 23 ватта и вот с таким потреблением при 400 градусов он может работать 11 часов то есть вы можете хоть упаяться даже его не выключать на протяжении больше чем половины дня если он у вас полностью заряжен то это можно делать прямо целые сутки далее есть одно очень интересное решение например у вашей машины или у вашей лодки села батарея вы берете подключаете наш известный разъем который втыкается в 12 вольт далее вы втыкаете прикуриватель и оставляете на несколько часов то есть за это время ваш powerbank отдает энергию на вашу стартовую аккумуляторную батарею и вы ее таким образом заряжаете и потом можете запустить вашу лодку либо ваш автомобиль то есть данное устройство но не имеет систему старта мотора но вы можете с помощью этого устройства подзарядить ваш аккумуляторный банк батарей или просто батарею для того чтобы запустить вашу лодку либо автомобиль ну что про функционал я думаю я вам уже все подробно рассказала сейчас мы с вами поедем и будем использовать наше устройство я вам покажу чем это удобно когда вы находитесь не на лодке скажем уехали на какой-либо берег так ну что у нас большие планы на сегодняшний вечер вот вы видите мы сейчас приехали большим пикником смотрите у нас тут много всего валяется полезного самая первая основная задача я хочу сейчас пока светло и хорошая погода полетать на дроне потому что мне это нравится fpv дрон прикольная штука но параллельно с тем не нужно будет и по заряжать батарейки потому что в fpv дроне батарейки хватает обычно минуты так на 45 не больше поэтому быть батарейки быстро уходят и я их заодно заряжаю прямо здесь вот весь комплект наш батарейный блок там пульт и вот у нас маленький fpv дрон на котором я летаю сейчас мы на нем и будем как раз вот тут все и делать charging ну вот так проходит у нас зарядка батарей то есть у нас вот батарейки лежат на называется параллелборд когда их можно заряжать параллельно у нас вот идет зарядка здесь выбирается ток и все дела то есть вот оно все идет дальше сюда в наш powerbank показывает наш расход 5 ватт то есть такой мощностью мы можем заряжать 48 часов можно поставить на зарядку пульт очки полный набор можно полетать отлетать все батарейки отлетать весь пульт потом поставить все зарядить и опять все по новой короче видите у нас тут сегодня пикник но есть кстати один очень серьезный минус у нас нету холодильника то есть мы просто взяли с собой пиво а холодца у нас нет а если бы у нас была холодильная камера мы бы просто загрузили туда все пиво воткнули его в этот и у нас было бы прямо холодненькая короче есть над чем работать есть куда расти нам нужен срочно холодильник да подожди я никуда не спешу я кстати замахнулся на достаточно сложную песню вы видите какой у меня каподастер просто другого нет у у у у у он у но короче это сложная песня я прямо вот видела как она играется нужно нервы у меня еще проблема с пальцами они толстые и я вот как бы как не стараюсь нажимать и мы все время прижимаю блин другие струны ну в общем можно делать с этой штукой концерты на закате кстати антикамарин нормальная тема я покажу чуть чуть попозже на закате так вот у нас лампочка которая сейчас здесь освещает на самом деле освещает она хорошо вот я вам сейчас покажу то есть можно сделать достаточно хорошую хорошее освещение в кокпите то есть просто сделать свет но это на самом деле маленькая маленький свет то есть можно сделать его ярче ярче он вообще получается прикольный и вот если нужно вот пользоваться как фонарем например то он работает ну прямо отлично у меня есть вот такая штука сюда вставляется вот это вот таблетка вы знаете что это такое то противокомаровая но прикол ее в том что она обычно втыкается в 220 а здесь у нас есть такая юсби то есть мы ее просто втыкаем юсби вот она горит она потребляет всего 3 ватта то есть вот этим устройством время 78 часов то есть при том что у нас здесь 36 процентов то есть эта штука работает идеально и всех комаров распугивает так как сейчас мы находимся в середине сезона дождей я должен брать каждое утро ведро и выливать воду из тузика потому что он наполняется иногда ну вообще прямо до краев очень не это не нравится особенно когда нужно куда-то быстро ехать то есть нужно минут 15 заниматься тем что выливать воду из тузика у меня есть старая помпа старый билдж у которого не работает здесь автоматический сенсор то есть я его поменял на обычный суд это вот плавающей жабкой вот длинный провод вот с таким вот разъемом потребляемая мощность белч памп сейчас пишет 57 59 ватт и с вот этой вот мощностью мы можем использовать наш белч на 35 процентах заряда power bank а до 4 часов но нам столько не нужно я думаю что где-то максимум еще минутка и мы сольем весь тузик ну вот собственно и все наш тузик пустой то есть буквально пару минут и у нас в тузике больше нет воды короче и вы можете купить насос автомобильный насос для покрышек и накачивать тузик тоже не делать никаких физических усилий то есть это очень удобно когда у вас есть такое мобильное устройство чтобы накачать ваш тузик ну что давайте теперь рассмотрим плюсы и минусы данного устройства ecoflow river pro и так давайте наверное начнем с плюсов самое главное это хорошая емкость данной батареи потому что количество периферии у современного человека достаточно большое и ее нужно чем-то питать если этого мало можно купить отдельный блок который подключается параллельно и вы увеличиваете вашу емкость в два раза больше то есть для энергоемких систем такое как например там медоборудование или какие-то большое количество холодильников конечно лучше иметь большой запас энергии поэтому вот так это реализуется далее очень крутая фишка это встроенный mp5 контроллер то есть вы можете подключать солнечные панели гидрогенератор water генератор то есть он будет преобразовывать вот это вот плавающее количество вольтажа и ампеража и делать из него такое которое необходимо для зарядки то есть это тоже очень неплохая функция далее мониторинг прихода и расхода это очень крутая система если учесть что есть индикация оставшегося времени либо до полного заряда либо до полного разряда то эта функция в пользовании очень удобная подключение различной периферии с разными входами питания то есть до 9 устройств с разными штекерами можно включить в данный powerbank и самое главное что вы можете пользоваться то есть делать расход батарей одновременно с зарядкой вашего устройства возможность подключения мощных потребителей до 1 и 6 киловатта то есть выйдя на природу можете подключить индукционную плиту и у вас будет вместо костра просто обычный гриль либо электро чайник либо что-то еще холодильники то есть можно подключать реально мощные устройства через обычные и си розетки это очень удобно ну и у компании к flow есть большое количество периферии то есть солнечные панели всякие трекинг системы для солнечных панелей то есть можете зайти просто посмотреть на сайте что у них есть но вместе с устройством вы можете купить но в принципе все что вам необходимо то есть для нашей лодки это все-таки менее актуально хотя например в комплекте идущий провод который заряжает данную систему от солнечных панелей это удобно и такого очень много теперь переходим к минусам потому что наверное минусы влияют на принятие решений покупать это устройство или нет и так первое это вес 8 килограмм это вроде с одной стороны и немного потому что количество энергии которые помещаются в этот вес это очень эффективно но тем не менее если вы там пеший турист 8 килограмм собой конечно не потаскаете но если у вас автомобиль либо лодка либо кемпер конечно этой проблемы нет поэтому я считаю что для яхтсмена включая яхтинга мы рассматриваем данное устройство это очень удобно из серьезных минусов если вы не отрегулировали входящую мощность потребления то ваш штекер ваш прикуриватель автомобильный от которого собственно идет заряд данной системы расплавится поэтому прежде чем его втыкать вы выставляете лимит там на 4 ампера например и все и подключаете и тогда у вас все будет безопасно но тем не менее этот момент нужно знать заранее иначе он у вас просто расплавится потребление в ватах в данном случае конечно удобно потому что вы не зависите от вольтажа которые вы подключили то есть у вас есть юсби он показывает вам потребление в ватах но для людей которые в яхтинге привычнее смотреть амперы и для меня допустим потребитель в 5 вольт который идет в юсби там с одним ампером тока я уже понимаю как это будет работать то есть ваты это не очень удобно в данном случае если мы говорим о лодке но с другой стороны есть время которое осталось либо до полного заряда либо до полного разряда это решает данную проблему а по ватам вы можете смотреть приходящий исходящий баланс что в принципе решаемо далее устройство не waterproof но в принципе большие электронные устройства они все не waterproof то есть нужно пользоваться этим аккуратно лично мне бы хотелось иметь все разъемы чтобы они имели крышки прорезиненные и закрывались но в принципе в данном случае есть как есть это просто мое желание далее из того что я бы хотел иметь в этом устройстве чтобы у меня была возможность подключать больше одного источника заряда например у меня есть ветрогенератор у меня есть солнечная панель я хотел бы включать одновременно для того чтобы я мог получать в два раза больше энергии с различных источников в данном случае мне их нужно заводить на одну общую сеть в лодке это конечно решаемо но тем не менее то есть у меня все источники через свои mp5 контроллеры должны заходить на зарядку и потом я втыкаю один разъем и он заряжается но если это не лодка скажем или как-то по-другому сформирована сеть то мне бы было конечно удобно напрямую включить там ветряк напрямую включить солнечную панель и заряжаться из нескольких источников получая больше энергии ну вот наверное это и все минусы на мой взгляд они абсолютно не критичные ну кроме вот плавящегося разъема но это решаемо просто нужно знать что нужно выставить ограничение потоку заранее ну что теперь давайте рассмотрим где же можно приобрести данное устройство у нас устройство было американское потому что на 110 вольт но в различных регионах вы можете найти данное представительство для тех кто нас смотрит из украины в описании будет ссылочка компания eco flow ukraine вы можете зайти и заказать от нас передать привет потому что мы с ними пообщались очень прикольные ребята eco flow ukraine привет и в общем задать им вопросы я думаю что они вам ответят все ссылочки будут в описании ну что я надеюсь я вас познакомил с еще одним очень прикольным устройством которое на наш взгляд обязательно должно быть у каждого на лодке потому как кроме ваших батарей которые у вас доместик у вас появляется мобильность там залить воду из баков там нет бегать с канистрами слить тузик там что-то накачать перейти поехать на пляж включить холодильник то есть огромное количество удобств связанных с большой емкостью мобильных аккумуляторов так что наш резюме однозначно да мы дальше пользуемся этим устройством потому что нам офигенно нравится в будущем я планирую дальше вас знакомить с разными устройствами которыми пользоваться удобно на лодке а какими-то может неудобно то есть наше резюме в любом случае будет подписываемся на канал я надеюсь что нас смотрят только адекватные люди которые еще не подписаны нажимаем подписку колокол пишем комент ставим лайк нам приятно для вас это просто оценка нашей работы поэтому с вашей стороны лайк комент подписка колокольчик а с нашей следующее видео все до новых встреч пока удача